В Саратове меняет маршрут движения общественный транспорт из-за ремонта теплотрассы на перекрестке Рахова и Большой Казачий. Добрый вечер, в эфире программа «Саратов сегодня» в студии Денис Титаренко и в начале коротко о других главных темах дня. Вражество собственников жильям. Активисты многоквартирного дома в Саратове оказались в суде, попытавшись самостоятельно решить свои коммунальные проблемы. Полное погружение в историю. Саратовские школьники учились чеканить монеты и писать на ульгурском языке. В городе стартовал уникальный образовательный проект. Отдали долг герою. В Балаковском районе перезахоронили останки солдата, пропавшего без вести 75 лет назад. В областном суде вынесли приговор подозреваемому в двойном убийстве. Трагедия произошла в августе прошлого года в заводском районе Саратова. В доме на улице Барнаульская загорелась квартира. После тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек – матери и сына. Правда, оказалось, что погибли они не из-за пожара, а намного раньше. Им нанесли многочисленные удары в область туловища и головы. Главным подозреваемым по делу стал товарищ скончавшегося молодого человека. Следователи установили, что он пришел в квартиру к знакомому, чтобы украсть золотые украшения. Однако владелец жилища расставаться с имуществом не захотел, из-за чего и погиб. Преступник нанес ему множественные удары, битые топором. В этот момент пришла мать молодого человека и подсудимый тем же способом расправился и с ней. Для того, чтобы женщина также не мешала совершению им хищения имущества, нанес ей многочисленные удары безбольной битой, а затем отверткой. От полученных повреждений женщина также скончалась на месте. Тела погибших Камышанский положил на балконе, после чего он похитил имущество в виде золотых украшений, имеющихся в доме, общей суммой более 100 тысяч рублей. После этого преступник поджег квартиру, пытаясь замести следы. Молодого человека задержали по горячим следам, когда он пытался сдать в ломбард похищенные украшения. Суд признал его виновным в преступлении и назначил наказание в виде суммарного лишения свободы на срок 24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А героями нашего следующего сюжета стали простые жители многоквартирного дома на улице Рахова в Саратове. Устав от коммунальных бед, год назад они решились на ответственный шаг. Отказавшись от управляющей компании, сами взялись следить за своим домом. Однако свои активные позиции в очередной раз доказали, что благими намерениями вымощена дорога в ад. О том, как желание самостоятельно решить надоевшие коммунальные проблемы, привело в суд. Подробнее в нашем сюжете в рубрике «Дежурный репортер». Вот это вот такая была вся канализация. Подвал своего дома знают не хуже своих квартир. Жильцы дома 44-54 по улице Рахова в Саратове уже как год отказались от своей управляющей компании и собственными руками взялись за содержание многоэтажки. Говорят, как вспомнят о том, как жили раньше, бегут мурашки по коже. Здесь вообще, вот моя квартира над этим, над подвалом как раз. У меня пришлось завести двух котов, потому что невозможно было. Прогрызли полы, стену прогрызли. Крысы прям пешком ходили по квартире. Ну вот когда ТСН там провели дезинфекцию, сейчас, по крайней мере, никому. Блохи были, блохи. Товарищество собственников недвижимости, или сокращенно ТСН, по сути, самостоятельное управление жильцами своим домом. Председатель, бухгалтер, слесарь и все члены правления соседи, поэтому и заинтересованы в качественном обслуживании своей многоэтажки. За год удалось навести порядок в подвале, поменять трубы и даже немного залатать крышу. Однако не все жильцы встали на сторону ТСН. По их словам, 10 квартир решительно против. Получилась какая ситуация. Они апеллируют на Конституцию. То есть есть у них конституционное право все это оспорить. Они считают, что это неправильно, так скажем. Хотя складывается такое впечатление, что они просто не хотят платить за квартиру. На данный момент у каждого из них, из этих 10 человек, скопилась задолженность по оплате порядка 100 тысяч рублей на каждого. Мне этот вопрос задают в прокуратуре, чего они хотят, потому что колоссальное количество жалоб пишется в жилищную инспекцию, в прокуратуру, во все организации. Но все они потом стекаются или в прокуратуру, или в жилищную инспекцию. Причем по 9 экземпляров, одного тоже делскости, одного с разными шапками. И мне один и тот же вопрос задают, что они хотят. Я говорю, я не знаю. Не смогли или не посчитали нужным, недовольные жильцы ответить на этот простой вопрос о нашей съемочной группе, увидев камеру нашей телекомпании на общедомовом собрании. Кто-то тихо удалился, а кто не успел, оказался в центре скандала. Говорит, что он не будет рассказывать, почему он не платит. По словам представителей ТСН, свою личную позицию недовольные жители активно отстаивают в суде. Причем им уже удалось в первой инстанции признать создание товарищества собственников жилья недействительным. Откуда у простых людей такое отчаянное нежелание вступать в ТСН? Жильцам лишь остается догадываться. Ну, это мое личное мнение, это просто мое личное мнение, что это пролоббировано старой управляющей компанией. Потому что эти люди были как-то связаны с этой управляющей компанией. Даже не могу догадаться, почему люди, жильцы против нас голосуют, они там жалобы пишут, учитывая, что им нужно приличное денег отдавать в суд, госпошлину оплатить, юриста нанять. То есть они, ну ни один нормальный человек не согласится себе в убыток все это делать. Значит, это стопроцентно кем-то проплачивается. 17 мая в арбитраже представители ТСН будут оспаривать решение суда. Если и в этот раз ФИМИДа окажется не на стороне большинства жильцов, а таких почти 70%, то закон запретит созданной ими организацией приводить свой дом в порядок. Мария Смирнова, Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Мы продолжим следить за этой историей и предлагаем второй стороне все-таки открыто высказать свою позицию и объяснить реальные причины отказа от организованного жильцами товарищества собственников недвижимости. Вы можете связаться с редакцией по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. А сейчас к другим темам. Прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Елена Петрова. Она расскажет о происшествиях, случившихся на территории региона за минувшие сутки. Елена, приветствую. Тебе слово. Добрый вечер, Денис. Начнем с инцидента в заводском районе. На улице Барнаульская мужчина пытался покончить с собой. Он забрался на крышу пятиэтажки и наносил себе ранение ножом. Сотрудники горспаса развернули рядом с домом куб жизни. Мужчину почти четыре часа уговаривали слезть с крыши, но в итоге он сам спрыгнул на спасательное устройство. Саратовца задержали полицейские и передали врачам скорой помощи. По словам местных жителей, дебошир неоднократно был судим и к тому же употреблял наркотики. Теперь о дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня утром на мосту через Волгу по направлению из Энгельса столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, автомобили получили незначительные повреждения. В результате столкновения никто не пострадал. Однако участники ДТП заблокировали одну из полос дороги, из-за чего на мосту образовалась пробка. Аналогичное ДТП произошло и на улице Шихурдина. Там столкнулись два легковых автомобиля. Серьезных повреждений машины также не получили. Водители тоже не пострадали. Однако оказалась полностью перекрыта одна полоса движения по направлению в центр города. В результате до третьей дачной образовалась огромная пробка. Автомобили для объезда места аварии вынуждены были выезжать на встречную полосу. В Ленинском районе Саратова под колесами автомобиля пострадали две пожилые женщины. Во дворе дома на улице Ломоносова неизвестный водитель сбил пенсионерок, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавших доставили в городскую больницу, где им оказали необходимую помощь. Подозреваемого разыскивают полицейские. И о пожарах накануне на пуль дежурного поступило сообщение о возгорании частного деревянного дома в селе Вольского района. По предварительным данным вспыхнул старый холодильник. В результате пожара с ожогами госпитализировали мужчину. Всего же за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона ликвидировали 10 возгораний. Из них 9 произошли в районах и одно в Саратове. Ну а мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Спасибо, Елена. Я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. И это был обзор происшествий, которые случились на территории области за минувшие сутки. Солдат вернулся на родину. Более 70 лет Андрей Кистенев числился без вести пропавшим. Родные ничего не знали о нем с осени 41-го года. И вот поисковики под Смоленском обнаружили останки бойцов. В захоронении был найден медальон, благодаря которому удалось узнать, что солдат погиб в бою. Подробности в нашем сюжете. Сегодня какие чувства испытываете? Да ну. Невозможно найти слова в такой момент. Останки погибшего красноармейца Андрея Кистенева привезли на его родину родственники. А точнее, внук Михаил. Для него сегодня это первая встреча с дедом. О своем герое он знал только по рассказам бабушки. Я ждала его всю жизнь. Но уже не помню. Любил детей. Очень сильно любил детей. Лошадей, голубей. Все хотели жить в то время. Был ему 31 год, когда он ушел на фронт. Защищать родину Андрея Кистенева призвали 28 июня 41-го года. И практически сразу он попал на Смоленщину, где в это время началось одно из самых крупных сражений, которое привело к тяжелейшим последствиям для советской стороны. По оценкам исследователей, наши войска понесли огромные потери. За время сражения в общей сложности было убито и ранено более 700 тысяч человек. Последний бой здесь принял и Андрей Степанович. Обнаружили останки. При них был медальон. Медальон хорошо сохранился, был прочитан. Установлены все данные. И буквально 25-го числа они обратились к нам с просьбой найти родственников. На торжественное захоронение собрались практически все жители села Быков-Отрог. Говорят, что не прийти было просто невозможно. Ведь война коснулась здесь практически каждой семьи. Всего же на фронты Саратовской области ушли почти 700 тысяч человек. Судьбу еще одной семьи разрушила война. Дочь лишилась отца, мать сына, жена мужа. И остается только наша память об Андрее Степановиче Костеневе. Воистину правые слова о том, что война не заканчивается до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат, сегодня у нас здесь в Быков-Отроге слова вопрощаются в жизнь. Почти 75 лет Андрея Костенева считали пропавшим без вести. Сегодня на родной земле, помимо внуков, его встречает и одновременно провожает дочь Нина. Солдата, отдавшего жизнь за родину, похоронили на местном кладбище рядом с супругой, которая так и не дождалась своего героя. Екатерина Заграничная, Денис Титаренко, Антон Горбунов, Саратов-24. Историю средневекового города рассказали школьникам. В Саратове состоялись мероприятия в рамках проекта «Укек. Волжское трое» между Востоком и Западом. Ученики гимназии номер 2 и школы номер 2 подробно изучили историческое прошлое Саратова, а именно быт, а также ошибки и достижения жителей прошлых веков, жителей Укека. На уроках, посвященных этому средневековому городу, побывала и наша съемочная группа. Прикоснулись к истории собственными руками. Ученики школы номер 2 Фрунзенского района участвуют в интеллектуальном брейн-ринге. Главная тема сегодня – история средневекового города. Увек для Саратова – это прошлое, которое доказывает, нужно учиться на ошибках и достижениях жителей прошлых веков. Город под властью золотардынских ханов жил мирно. Все национальности, все конфессии существовали в мире. Но как только люди перестали жить мирно, город пришел в упадок. Я считаю, что очень важно, чтобы дети уже в таком возрасте знали, что необходимо относиться с уважением и пониманием к представителям других национальностей, других конфессий. Сегодня здесь непросто отвечают на вопросы. Интеллектуальная игра предполагает полное погружение в быт средних веков. Ученики пробуют чеканить монеты и воспроизвести письмо на уйгурском языке. Отвечают и на вопросы, касающиеся элементов быта. Школьники знают – жители Увека любили полакомиться осетриной, а на гарнир часто готовили рис, нут и барбарис. А вот на мероприятии в гимназии номер 2 ученики подготовили дефиле в национальных костюмах средневекового города. Говорят, с прошлого фестиваля исторической реконструкции мечтали сами примерить старинную одежду. Мне запомнились очень хорошие реконструкции костюмов, которые были раньше. Это очень интересно наблюдать за тем, какие были города раньше, как раньше жили люди, чем занимались, какими ремеслами. В гимназии провели большую работу. Подготовили не только костюмы, но и старинную посуду, и находки с раскопок в Увеки. Именно такое погружение в историю, уверены преподаватели, позволит детям по-настоящему заинтересоваться тем, как жили средневековые люди на месте современного Саратова. Когда ребенок просто это увидел в книжке, когда ребенок услышал это по телевидению, это, конечно же, интересно. Но когда ребенок это может ощутить, когда ребенок это может потрогать, потом использовать на уроке, это, конечно же, расширяет его кругозор, дает ему возможность ощутить на себе, ощутить себя в том периоде. Мероприятия, посвященные Увеку, проходят в рамках проекта «Укек. Волжское трое. Между Востоком и Западом». В мае состоится цикл бесед, круглых столов и интеллектуальных викторин, которые пройдут в школах всех районов Саратова. Елена Петрова, Юрий Касабрюхов, Саратов-24. А сейчас мы возвращаемся к теме, которую затронули в начале выпуска. В Саратове изменяются маршруты движения общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы. Сегодня в 10 часов вечера было перекрыто движение транспорта на участке Большой Казачьи от Чипаева до Рахова и Парахова от Вавилова до Киселева по направлению движения к Московской. Энергетики просят автомобилистов заранее планировать маршруты своего передвижения в данной части города. Отмечу, что работы здесь уже ведутся, однако при обследовании места ремонтная бригада выявила, что в результате обрушения плиты перекрытия была повреждена запорная арматура на трубопроводе. Монтаж новых строительных конструкций начнется после замены поврежденной задвижки, что потребует дополнительного времени. Предположительно, ремонт завершится уже в эту субботу. Изменения на период работ коснутся и маршрута общественного транспорта. Согласно новой схеме, автобус номер 79 при движении в сторону железнодорожного вокзала будет следовать по улице Чапаева, а затем по улице Кутикова. Автобусные маршруты номер 41 и 56 при движении в сторону Синого рынка будут объезжать место проведения ремонтных работ по улицам Вавилова и Астраханская. Саратовские организаторы бессмертного полка планируют побить собственный рекорд, собрав в следующем году на акцию более 50 тысяч человек. Об этом общественники заявили сегодня на пресс-конференции по итогам прошедшего шествия, которое действительно было грандиозным. Живая река памяти разлилась портретами, транспарантами, знаменами и флагами. Многие несли ни одну и ни две, а гораздо больше фотографий героев-фронтовиков, которым не довелось дожить до 71-й годовщины Победы. В начале многокилометровой колонны кадеты и военнослужащие несли огромную копию знамени Победы. Как отметили организаторы шествия, такое количество людей удалось привлечь благодаря большой информационной поддержке и продуманной организации. Было задействовано около 300 волонтеров, а на горячую линию поступило свыше 5000 звонков от саратовцев. Акцию поддержали жители не только всей России, но и других стран. Очень важный момент – это то, что другие страны сами последовали этому примеру, и мы видели, как шли такие же колонны во Франции, в Израиле, в других странах. Более 40 стран примкнули к этой акции. Это уже никто никого не волил. Это в начале напомнить, кто главная тягота войны, и кто являлся все-таки победителем. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал организовать данное мероприятие. Это общественным активистам, гражданам, организации «Волонтеры Победы», правоохранительным органам. Также благодарность хочу выразить нашему генеральному информационному партнеру телеканалу «Сарат-24», который тоже оказал нам неоценимую помощь и содействие в проведении данного мероприятия. Генеральным информационным партнером акции «Бессмертный полк» в областном центре стал наш телеканал «Саратов-24». Мы также организовали горячую линию, подключив все ресурсы холдинга – шесть радиостанций и два телеканала. Всем участникам шествия бесплатно помогли изготовить портреты героев и штендеры. Только в нашу редакцию обратилось более 400 саратовцев. Также совместно с волонтерами сотрудники телеканала «Саратов-24» формировали и удерживали колонны, поскольку в этом году акция «Бессмертный полк» стала самой массовой в истории города. Саратовские барсы против Невского легиона. В Сочи состоялся решающий матч всероссийского турнира среди любительских команд «Ночная хоккейная лига». На лед стадиона «Шайба» вышли хоккеисты из села Каменка Пугачевского района, чтобы сразиться с чемпионами прошлого года командой Санкт-Петербурга. К сожалению, лидерство почти сразу захватили питерские спортсмены, забросив в первом периоде две шайбы в ворота барса. И хотя наша команда изо всех сил старалась использовать каждую возможность, чтобы пробить ворота соперника, сделать это не удалось. Счет игры 5-0 в пользу Невского легиона. Напомню, за помощью в организации поездки в Сочи руководство пугачевской команды обратилось к депутату Государственной Думы Николаю Панкову. Парламентарий откликнулся на просьбу, ведь впервые сельские хоккеисты получили приглашение на столь престижный чемпионат. И, как отметили представители других команд, наш «Барс», несмотря на свое поражение, все же заставил изрядно понервничать своих соперников на ледовой арене. «Хорошая команда, активная, агрессивная. Может быть, опыта еще не хватает. Нужно угрожать воротам как можно больше, прорываться по краям, создавать моменты». Но на этом чемпионат для нашей команды не закончился. «Барсу» еще предстоит провести ряд утешительных встреч, чтобы побороться за более высокую строчку в турнирной таблице. За игрой команды «Барс» продолжает следить съемочная группа «Саратов-24». Мои коллеги готовят обзорный материал по итогам первой, но такой важной поездки. Электронные мошенники находят новые способы обмана в социальных сетях. Даже если пользователь не переходил по ссылкам на вредоносные сайты, с его аккаунта могут отправляться сообщения с просьбой перечислить деньги родственникам и друзьям. Также участились случаи, когда вымогатели выманивают пин-коды от банковских карт. Как вычислить взломщиков, поговорим в программе «Прямая речь» со специалистом, который провел 8 экспертиз в области мошенничества, а также профессором кафедры банковского дела, денег и кредита Саратовского экономического университета, которые расскажут, как уже сейчас можно застраховаться от таких случаев. Смотрите программу «Прямая речь» прямо сейчас. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!